здравствуй дорогие друзья приветствую вас на канале ксана оксана гудвин винтаж продолжаем искать склад на различных свалках помойках все что удается найти показываю вам мои дорогие зрители сегодня нам предстоит разобрать вот этот большой пакет он тяжелый думаю что в одно видео не уложиться мне поэтому разделю на 2 на две части и будем рассматривать перед тем как приступить к распаковке этого пакета здесь вот я вижу пакет с бусами и с различными какими-то предметиками в общем надеюсь что сегодняшний пакетик окажется удачным достался у меня не дешево за 15 долларов мне его так сказать продали поэтому думаю что что-то интересное здесь будет да кстати не не факт что за дорого можно купить что-то ценное но я знаю что за копейки можно найти уникальные вещи а за большие деньги купить какую-то ерунду не знаю как сегодня с этим обстоит дело и мои дорогие прежде чем приступить к распаковке этого пакета хочу показать вещицу которую нашла и рада абсолютно посмотрите какая чудная вещь она вот так вертикально не помещается но она мелкая это лампа керосинка керосиновая лампа в отличнейшем состоянии и посмотрите какая чудная вещь и молочное стекло здесь по моему бронза и в отличном состоянии нет никаких сколов никаких потертостей никаких царапин общем уникальная вещица как для интерьера просто самое то что нужно я не знаю правда как ей пользоваться но в общем то вещь нашла и в общем то рада абсолютно и следующий предмет для поднятия настроения сегодня хочу вам показать вот такую цветочную поляну с бабочкой и это шкатулка просто хотелось поднять вам настроение здесь есть и ландыши и здесь есть тюльпаны конечно такое летнее весеннее настроение и здесь тоже вот такая бабочка как сюрприз ну все давайте не буду долго затягивать давайте приступим к распаковке пакета что-то не открывается кто-то мне написал что нужно за кадром все это делать мои дорогие я сама люблю как процесс поиска и не могу вас ой этого тоже удовольствие лишать поэтому приходится немножко шуршать но что делать как говорится жалейший пакет давненько я не находила именно не брала большие пакеты в этот раз решила так сказать рискнуть шик у дать и не знаю насколько это удачно или нет давайте приступим к разбору всех предметов которые не в мешочках и что тут вот целая куча давайте буду брать по одному по одной вещицы такая подвеска на шнуровке здесь по моему нет маркировки да кто-то и зрителей меня спрашивал по поводу лупы какую лучше выбрать я одна эту тему знаете ли не заморачивалась просто также вот купила в каком-то секунде эту лупу она с подсветкой здесь батарейку нужно поменять закончилась батареечка здесь она включается выключается удобно тем что она на шнурке то есть всегда на шее в магазине можно что-то рассмотреть но и стекло такое прочненько общем для увеличения вполне себе то что надо мне увидеть я вижу так здесь вот такая подвеска типа с маркозитами ну мне кажется что это что-то современное шнурок такой из дешевых напоминает шнурок для очков чем не буду на этом долго останавливаться надеюсь вижу что бус много следующая нитка жемчуга длинная в 2 в 2 ряда на шейку не годится длинная нитка здесь все ли работает да такой винтовой замочек с позолотой закрою как как было работать не работает все работает по поводу натуральной ненатуральный жемчуг очень холодный очень такой приятный знаю как проверять жемчуг на зуб но сейчас вот из пакета конечно я не буду этого делать но жемчужины в отличном состоянии я такое впечатление что это натуральный жемчуг будь то стекло судя по винтажные вот застежки конечно были бы какие-то следы износа какие-то потертости были бы а уж если пластик то тем более мне кажется что это нитка натурального жемчуга вот так как говорится с этого с корабля на бал сразу до хорошая нитка так собрана она шемчужина классная так уже неплохо как говорится начал неплохо следующее это что-то сборная бусины стеклянные ну тут и я думаю что это хэдмэй чей-то из какие-то кольца собраны может была подвеска какая-то не знаю но бусины красивые имитация бирюзы бусина пластиковая такая вещь дальше вот такие будут часто встречаются у меня их тоже много типа это карнавальное стекло нитка совсем недавно тоже нитку такую похожую я находила использую я вот эти вот бусы для декора комнаты винтажных кто не смотрел посмотрите видео про винтажную комнату которую я себе организовала где хранятся все мои винтажные антикварные штучки недавно весной реставрировала найденный ящик для бижутерии в общем тоже посмотрите кого вообще эта тема интересует вот такая нитка приятность на можно либо какую-то лампу украсить либо сам шкафчик украсить у меня на зеркале висят много вот таких бус тоже здорово так кстати атмосферу создают скажем винтажным так следующие бусы очень красивые и это стекло собраны вот через такую мелкую бусину очень качественно приятно брать в руки подобные вещицы да я сразу вижу что это ман и характерная застежка вот крабик когда вы видите такую застежку которая вот так в две стороны раздвигается это сто процентов монета запатентованная застежка этой компании ну и так сказать в подтверждение да здесь есть вот маркировка тоже кто-то мне написал что не надо особое внимание уделять маркировки мои дорогие для тех кто коллекционирует или просто собирает увлекается винтажный антикварный бижутерием маркировка многое может про это украшение рассказать например вот конечно в современных магазинах тоже подобные могут бусы можно купить и на алиэкспресс можно купить но именно вот оригинальную маркированную бижутерию находить мне например приятно изучать историю брендов различных и в общем то это уже а так так сказать одна из сфер коллекционеров тех кто интересуется именно не только собирать какие-то украшения здесь что я не просто собиратель украшения еще есть и какие-то у меня коллекции все-таки как-то я приближаюсь так сказать к этой группе так сказать увлекающихся людей но в общем то маркированные украшения находить приятно следующая уже уже я рада уже довольно честно говоря бус много здесь нитка из жемчуга это речной жемчуг тоже холодный очень такой звук приятный и все эти жемчужины разные формы что касается маркировки здесь вот что то есть минуточку попробую не серебряная ли застежка ну как правило о на бусах из натурального жемчуга и застежки тоже бывают так сказать серебряные нет две нитки так лучше никак не не получится их скажем увеличить количество этих ниток слишком вот так узкая получается но очень довольна очень рада речной жемчуг очень люблю люблю барочный жемчуг у меня есть бусы крупные из-за барочного жемчуга сейчас я вам покажу очень похожи так нашла вот бусы из барочного натурального жемчуга крупные такие жемчужины здесь застежка серебряная находила вот такая интересная оригинальная так сказать застежка застегивается очень легко просто вставляется щелчок до щелчка вернее вставляется и уже все жемчужной коллекции так сказать прибыла у меня целый шкафчик жемчужных украшений уже небольшая коллекция жемчуга есть так когда же закончится эти бусы хочется уже приступить к чему-то более интересному пластик красивый цвет такой сиреневый и вот эти бусины это металл металлические бусины потемневшие кажется это старенькие старенькие бусы думаю что даже 30 возможно 40 таковые обычно из металлическими бусами у меня тоже есть бусы длинная нитка бус прям вот целиком такого же примерно размера бусины металлические они тяжелые здесь вот маркировки нет ничего не пишут думаю что застежка родная но думаю что они когда-то были порваны и их просто вот так завязали узелочком и все застежка работает очень уж старенькие бусы возраста определить сложно но во всяком случае точно винтажный возраста не имеют уже одна из зрительниц мне написал как вы так вот сходу говорить с с сороковые или там десятые весь пластик был изобретен только в 70-х годах нет мои дорогие это не так пластик был изобретен точно не помню в каком году но в 30-х годах американский хим сказать химик ученый так вот что тут запутан изобрел первый пластик так что в америке пластик появился гораздо задолго до того думаю что вообще что то нельзя как то да что это такое что это такое так вот это все так цепляется дернуть так сказать боюсь все испортить что-то тут разъединить так как можно под лупы разъединять понять как это все запутать а вот так вот минутку как то так вот как так получилось так ну ладно мои дорогие я не буду сейчас вот это вот все всю систему эту ломать думаю что я могу просто дернуть и сломать а это кулончик вот такой кулон здесь видите есть крючочек старенький винтажный и как он сюда в эту историю попал непонятно понятно что не имеет отношения вот к этой почки но хочется его распутать ладно за кадром раз раз покажу так очень красивые кристаллы похоже опять вот на барочный жемчуг но это искусственная по моему бусина по поводу от этих бусин натуральные линии сказать сложно но очень красивые кристаллы подвеска очень красивая набрать какую-то цепь к ней хорошо но цепи я думаю что крупная сюда не подойдет либо просто может попробовать мне нитку жемчуга сюда как-то при приложить кажется вот это как вариант неплохо они кстати по цвету хорошо совпадают вполне себе да может быть главное освободить вот от этого безобразия как это все получилось ладно в общем как-то думаю ее можно до сюда и вполне себе нитка жемчуга с кулоном по цвету посмотрите идеально совпадение так ладно пленница ты наша к чему-то присоединилась а присоединилась она вот к этой цепочке интересно узнаете меня такое ощущение что эта цепь пластиковая что ли ну нет холодноватая с таким с такой обработкой как раньше мы называли до восьмидесятых семидесятых годах алмазная обработка на этом насколько она была алмазная ну то есть в общем такое немножко сплющивание и как бы шлифовка именно одной стороны и другой такая вот вещица она легкая такая приятная и очень очень такая подвижная подвижная вещица так стоит ее распутать так а мы идем дальше что тут у нас есть обручальное кольцо и что-то написано сейчас минутку мой на каком-то на арабском по моему языке мои дорогие если кто-то разбирается понимает что тут написано пожалуйста подскажите пишите в комментариях чтобы это могло значить что это значит как все такое но она причем еще знаете с разъемной то есть на любой размер может подойти как-то на мой размер любимый цвет не знаю что там только написано можете подсказать так ну все бусы закончились давайте будем приступать к разбору мешочков по моему все да больше ничего не осталось мешочки только открыт что мешочки мешочки мешочках такая вот кучка здесь бусы но тоже очень часто встречались и у меня тоже есть разных цветов думаю что это шестидесятые годы пластик вот такая нитка яркая без как лица застежки мне кстати есть вот такие бусы сейчас покажу чтобы вы поняли насколько часто такие бусы встречаются покажу чтобы вы не писали что я показывал уже это у меня был вот часть которую я нашла похожих бус да это вот то же самое в красном варианте в красном цвете есть это же как для декора используя таком варианте тоже не так 5 мне кажется больше одна и та же форма здесь вот как бы покрытие даже такое бензиновое что ли на этих нет такого покрытия для декора вполне себе сочетание цветов подходящие туда и и вот эти бусы так здесь что осталось осталось такая серьга грязные тему все оказались серьга одиночка такая подвеска приятная жалко что одинокая тяжеловатая хочется ее так сказать поподробнее рассмотреть она приятная подвеска может ее как в качестве подвески для в качестве кулона вернее носить приятные тарелочки что одинокая ладно идем дальше цепочка обычным цепей тоже много часто встречается разных всяких здесь маркировки нет такая вот необычная форма что это что-то из восьмидесятых были в моде до крупные цепи золото чтобы было все крупно чтобы все блестело вот эта цепь уже как говорится блеск свой потеряла но думаю вполне может подойти какой-то кулон крупный так и сразу покажу вот это что это за деталь так думаю что это элемент от браслета такой ну кабошон красивый стеклянный сейчас минутку глухой звук но красивый качественный кабошончик может быть куда-то и пригодится так мои дорогие давайте будем завершаться с ли продолжение рассматривать будем вот эти вот пакеты следующем видео так что переходите и продолжим разбор всех люблю целую обнимаю видимся во второй части этого видео всем мира добра и красоты с вами была оксана увидимся в следующем во второй части до встречи